На протяжении нескольких недель между Китаем и Тайванем нарастает напряжение. В Тайбэе отметили, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Как на данный момент развиваются отношения между странами и стоит ли ожидать вооруженного конфликта, узнаем в следующем сюжете. Новый конфликт между материковой и островной частью Китая начался после того, как Народно-освободительная армия Китая в первую неделю октября направила к берегам Тайвани почти 150 военных самолетов. Далее поступило заявление уже со стороны Тайваня, что на территории острова присутствуют американские войска, которые в случае нападения Китая будут защищать островную часть. Однако в Бюро национальной безопасности заявили следующее. Вероятность начала боевых действий между материковым Китаем и Тайванем в течение года очень мала. Никаких новых причин на этом этапе не возникало и возникнуть не может, потому что причина только одна. Начиная с 1949 года Китайская Народная Республика заявляет, что Тайвань – это неотъемлемая часть территории КНР и ни в каком другом статусе она ее не рассматривает. Изначально конфликт между Китаем и Тайванем имел идеологические причины. На данный момент идеология как вопрос уже не является актуальным. Конфликт перерос из идеологического в территориальный, не имея при этом рационального решения вследствие глобальной обстановки. На данный момент Россия поддерживает интересы Китая, а США выступают в защиту Тайваня. Мы хотели бы подчеркнуть, что кто бы ни возглавил администрацию на острове, позиция Российской Федерации по тайваньскому вопросу является последовательной, твердой и неизменной. Вы знаете, Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике. Россия выступает против членства Тайваня в международных организациях, а следовательно мы не можем рассматривать Тайвань как суверенное государство. И еще раз хочу обратить внимание, что Россия подчеркнула, что вот такая позиция российская, она закреплена договором с КНР 2001 года. Китай отрицает, что военные действия на границе с Тайванем направлены на создание военного конфликта. По словам китайских дипломатов, учения возле Тайваня направлены на обеспечение государственного суверенитета и против сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства. Роберт Хасанов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин